Данная конференция, к счастью, позволяет обсудить проблему автоматизации поставок в нефтегазовом комплексе с разных сторон. Я представляю в частности компанию производителя оборудования. Поэтому, естественно, я постараюсь осветить проблему и, скажем так, разные аспекты автоматизации, как это видится с нашей стороны. Вначале я коротко расскажу о нашей компании. Компания существует с 2005 года, достаточно динамично развивается за это время. Основой ее вначале было производство дизель-генераторов. И до сих пор, собственно, эта продукция является основной профилирующей для нашего производства и составляет порядка 60% из подставляемого объема. Но в связи с развитием производства и требованиями рынка мы расширили номенклатуру нашей продукции до достаточно широкого спектра. И сейчас производим практически все технически сложное оборудование с дизельным приводом. На сегодняшний день компания является крупнейшим ситским производителем данного оборудования. Мы занимаем это место уже с 2009 года. У нас работает свыше 250 квалифицированных сотрудников. Мы выпускаем более 300 моделей серийной продукции. Объем поставок за прошлый год составил около 2000 единиц продукции. Продукция у нас изготавливается из комплектующих таких широко известных поставщиков, как МТУ, Катерпиллер, Дусан, Вольво Пента. Ну и, естественно, отечественные производители моторов. Это Ярославский и Тутаевский завод. Также мы используем продукцию Минского завода. Используется современная и надежная электроника для формирования систем управления, которую мы, собственно, изготавливаем и восстанавливаем самостоятельно. Также мы осуществляем пакетирование в продукции в зависимости от необходимости исполнения. То есть это или контейнерное исполнение, или исполнение для перевозки на прицепах, или модельное исполнение на каких-то самоходных шасси. Компания на сегодняшний день производит достаточно широкий спектр оборудования для нефтегазовой отрасли, начиная от геологоразведки и заканчивая сбытом нефтепродуктов. Основная здесь наша ниша – это также, безусловно, генерирующее оборудование на основе дизельных электростанций. Но кроме этого мы выпускаем и оборудование с использованием газопоршневых электростанций, также большой спектр насосного оборудования и специализированные техники для строительства, используемые при строительстве газопроводов, их испытания и эксплуатации. Коротко, собственно, основные виды выпускаемой нами техники я уже перечислил, поэтому перейду, скажем так, уже непосредственно к тематике данной конференции и нашему взгляду на процессы автоматизации поставок в нефтегазовом секторе. Безусловно, это возникло не на ровном месте, закупки и поставки осуществлялись всегда, и, естественно, все электронные системы торговли возникли, исходя из исторически сложившихся процессов экономических и коммерческих связей и особенностей деятельности нефтегазовых компаний. Здесь можно отметить несколько интересных моментов. Это, например, разнонаправленные информационные потоки, существующие особенно в вертикально интегрированных компаниях. Естественно, то, что я упомянул, исторически сложившиеся хозяйственные отношения, различные регламенты закупок оборудования. Также интересный момент, что в большинстве нефтегазовых компаний номенклатура закупаемого оборудования и материальных ресурсов, как правило, гораздо шире отраслевой. Связано это также с исторически сложившейся ситуацией, когда компания вынуждена обустраивать нефтепромыслы, вахтовые поселки, а зачастую и какие-то населенные пункты или их части. Безусловно, автоматизация систем снабжения приводит к повышению эффективности деятельности как департаментов МТО нефтегазовых компаний, так и поставщиков оборудования. Не буду останавливаться на основных моментах, обеспечивающих рост эффективности, поскольку это уже здесь звучало неоднократно. Мы, как поставщик оборудования, работаем уже на достаточно большом количестве электронных площадок и имеем некоторый соответствующий опыт. В большинстве случаев это опыт положительный, поскольку мы, как правило, имеем возможность получить оперативную информацию о размещенных заказах, сравнить, скажем так, в некоторых случаях нашу позицию с позициями других поставщиков и оперативно, собственно, в некоторых случаях произвести процедуры размещения нашего предложения и, соответственно, в результате заключения договора и осуществления поставки в результате получения платежа. Однако есть, конечно, и сложные моменты, которые, с нашей точки зрения, нуждаются в дальнейшей доработке. Один из основных – это, как правило, использование каждой несвеной компании или любой другой крупной компании собственной торговой площадки и собственной системы. Это усложняет, безусловно, деятельность поставщиков, но мы понимаем, что такова реальность и вынуждены, естественно, работать с теми заказчиками, которые представляют для нас интерес на их электронных площадках. Однако представляется правильным, если бы были предприняты какие-то попытки для некоторой интеграции, хотя бы с точки зрения информационной прозрачности или создания некоторых единых систем, которые бы обеспечивали некоторую сводную информацию для того, чтобы поставщикам все-таки было проще ориентироваться среди достаточно большого количества торговых площадок. Еще один момент, который, с нашей точки зрения, достаточно сложно на сегодняшний день реализуется, несмотря на развитие автоматизации системы МТО, это закупка технически сложного и тем более инновационного оборудования. В частности, нами разработали несколько типов такого оборудования. В силу того, что пока оно не имеет, скажем так, широкого распространения, как правило, достаточно сложно сформировать заказы на такое оборудование и, соответственно, получить эти заказы для их исполнения. В частности, хочу упомянуть о таком интересном оборудовании, которое разрабатывается нашей компанией, как оборудование по утилизации попутного газа для малых месторождений. Это общеизвестная проблема. Перекачивать попутный нефтяной газ с таких месторождений на какие-то большие расстояния экономически неэффективно. Утилизировать на месте достаточно сложно. Мы же разработали достаточно интересное оборудование на основе мультифазных винтовых насосов, которое позволяет произвести это достаточно эффективно. Кроме этого, помимо экологических, достижения более высоких экологических показаний, получить и некоторое повышение нефтеотдачи месторождения за счет закачки туда, соответственно, вот этой мультифазной среды. В основе этого лежит разработанная нашей компанией технология мультифазных одновинтовых насосов, которая позволяет при меньшем давлении и меньших расходах осуществлять закачку в пласт водо-газовой смеси, что, как я уже напомянул, повышает, помимо всего прочего, нефтеотдачу пласта. Также эти насосы могут использоваться и для внутрипромысловой перекачки. Здесь одним из основных их преимуществ является то, что они работают на более низких давлениях, поэтому не смешивают воду и нефть. Кроме этого, не требуется предварительный подогрев нефти для ее перекачки. Также нами разработан достаточно большой набор силового оборудования для модернизации буровых установок, в частности, оборудование на основе двигателей «Вольво Пента», «Дусан», «Каминс» и «Еймзе». С нами реализовано уже некоторое количество таких проектов. Соответственно, в результате у заказчиков появилось более эффективное оборудование, которое обладает достаточно хорошими рекламационными характеристиками и позволяет им существенно снизить рекламационные затраты и повысить эффективность своей работы. Также у нас разработано достаточно большое количество оборудования для эксплуатации и испытания и строительства промысловых... Андрей Владимирович, пару минут. Спасибо. ...внутрипромысловых трубопроводов. Это тоже оборудование, как правило, даже не как правило, обладает улучшенными технологическими эксплуатационными характеристиками, позволяет проводить эти работы более эффективно, тем самым экономит средства заказчика и повышает эффективность его работы. Также нами разработано специализированное оборудование для перекачки нефти, в частности, автономные установки в различном исполнении. Еще один момент, который мне бы хотелось отметить, это тенденция к укреплению лотов в проводимых торгах. Это связано с тем, что большинство подрядчиков стремится использовать систему EPC подряда. Это понятно, потому что это позволяет повысить эффективность исполнения таких подрядных работ. Мы здесь тоже стремимся включиться в этот процесс и участвуем, как правило, подрядчикам, такого, собственно, основного подрядчика в части выполнения работ, касающихся энергоснабжения объекта. Однако здесь также возникают некоторые сложности при формировании лота, поскольку процесс согласования комплектации, как правило, занимает достаточно большое количество времени и достаточно сильно формализован. Я постараюсь на этом закончить, чтобы, собственно, не занимать лишнее время и отмечу в конце только несколько моментов, которые, собственно, с нашей точки зрения, могли бы улучшить, скажем так, работу автоматизированных систем. Основными тонкими моментами, с нашей точки зрения, здесь является, в первую очередь, момент формирования лотов на поставку сложного технического и, тем более, инновационного оборудования. И второе – это некоторая разрозненность систем аккредитации поставщиков и сертификации оборудования у разных заказчиков. Если бы в дальнейшем можно было каким-то образом унифицировать эти системы, это бы также существенно облегчило работу заказчика и повысило бы эффективность работы как собственность служб закупки материально-технических ресурсов, так и поставщиков. Спасибо большое, Андрей Владимирович.